Сотрудники правопорядка работают в режиме повышенной готовности. О том, какие мероприятия проводятся службами правоохранительных органов, расскажет Наталья Дуркина. Сотрудники ОМВД работают в штатном режиме. Приостановлены проверки государственного надзора и личный прием граждан. Также ведомство определило нерабочие дни для определенных категорий сотрудников. Это лица старше 60 лет, беременные женщины, матери-одиночки, которые воспитывают без супруга детей в возрасте до 14 лет. Женщины, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет. Также при условии, что второй родитель является сотрудником органов внутренних дел. В целях контроля над оперативной обстановкой организовано дополнительное задействование личного состава управления путем увеличения в полтора раза плотности рядов, привлекаемых на охрану общественного порядка. Что касается работы с самоизолированными гражданами, то с 23 марта совместно с членами Добровольной народной дружины проводятся ежедневные проверки. Всего с 18 марта выявлено 9 фактов нарушения сроков самоизоляции. Управлением Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу в целях недопущения фактов самовольного оставления мест самоизоляции проводятся проверочные мероприятия по месту жительства самоизолированных граждан, в ходе которых разъясняются меры личной и общественной профилактики заражения заболеванием. Всего за время мероприятий проверено 273 гражданина. Что касается управления Росгвардии, то работа ведется в штатном режиме. Личный состав управления обеспечен средствами индивидуальной защиты. В период проведения мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу работает в штатном режиме. Военнослужащие и сотрудники территориального органа в полном объеме выполняют задачи, возложенные на войска Национальной гвардии Российской Федерации. В том числе совместно с сотрудниками региональной полиции участвуют в оперативно-профилактическом мероприятии для информирования граждан о мерах предосторожности. С 1 апреля и до особого распоряжения окружной центр лицензионно-разрешительной работы осуществляет личный прием граждан исключительно по предварительной записи через единый портал госуслуги или по телефону 469-60.